Террористическая организация Аль-Каида Террористическая организация Аль-Каида Честно говоря, по ситуации опыт показывает, что такая организация, как Бока-Харам, например, которая присягнула верность исламскому государству, она также отстаивает приоритеты ИГИЛ на территории Нигерии на сегодняшний день. Мой личный взгляд на ситуацию, я вам скажу честно, мне так кажется, что это демонстрация того, что это полный провал политики Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. Почему? Значит, США на сегодняшний день не раз высказывалось о том, что умеренная оппозиция отстаивает приоритеты международного сообщества путем борьбы с исламским государством. И на сегодняшний день США как раз спонсируют так называемую умеренную оппозицию, а на деле это такие же отморозки и религиозные фанатики, как боевики исламского государства спонсируют их. Например, такая организация, как Джипхат Анусра, является, кстати, филиалом Аль-Каиды на Ближнем Востоке, как раз является частично той самой умеренной оппозицией, о которой еще совсем недавно госпожа Псаки говорила, выступая перед журналистами. То есть говоря о том, что вот эта организация, она действительно та самая, которая должна будет побороть исламское государство вместе с курдскими повстанцами, которые имеют приоритет на северных частях Ирака и как раз на границе Турции и Ирака. По ситуации, как я вижу это положение лично, необходимо на сегодняшний день четко проставить все приоритеты, которые есть в международной геополитике. Если мы считаем, что Соединенные Штаты Америки спонсируют террористическую организацию, такую как, например, Аль-Каида, то есть в лице Джипхата Нусра, либо свободной сирийской армии в Сирии, это все та самая, условно говоря, умеренная оппозиция, то необходимо будет готовиться к прямой борьбе на Ближнем Востоке за реальную свободу сирийского народа. Потому что те самые боевые группировки, которые запрещены, кстати, у нас в России с юридической точки зрения, являются приоритетными для США на Ближнем Востоке, являются инструментом Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. По сути дела мы видим, что и США хотят свергнуть Башара Асада, и Исламское государство хочет свергнуть Башара Асада, и по факту свободная сирийская армия, которая на сегодняшний день имеет очень тесные связи с боевыми группировками Джипхата Нусра и другими повстанцами, которые там находятся, они также все преследуют одну цель – свергнуть Башара Асада. Соединенные Штаты Америки настолько ослеплены вот этой мыслью, что они видят ситуацию с точки зрения геополитики. Потому что если Башар Асад уйдет и его режим падет, то, соответственно, для сотни, для тысячи алавитов и шиитов, христиан, православных людей, которые проживают в Сирии, будет устроен геноцид этими боевыми группировками. Я не вижу в умеренной оппозиции, так называемой умеренной оппозиции, тех, кто могут действительно отстаивать приоритеты реально мирового сообщества, а не эгоистические геополитические цели Запада. Кстати, пример вот в Афганистане, Талибан тот же самый, он был выращен Соединенными Штатами Америки в Афганистане. И, кстати, вот говорили про праздник Хэллоуин. Один из идеологов Холодной войны, Збеднев Казимир Бжезинский, как раз сказал, если мы сможем русскому народу заменить их идеалы культурные на ложные западные идеалы, то, что сейчас происходит, то мы победим. Вот тот же самый, кстати, представитель, он же, значит, Збеднев Казимир Бжезинский, и как раз втянул Советский Союз в войну в Афганистане. Он был как раз Советником и при Картере, и до сих пор является Советником в Конгрессе. Его мнению все прислушиваются. Збеднев Бжезинский непосредственно стоял у истоков финансирования Талибана. И по факту был Советником при Агентстве национальной безопасности. Георгий, мы сейчас прервемся на небольшую паузу, потом продолжим нашу беседу в прямом эфире. В эфире программа «Молния». Продолжаем беседу. Георгий, вы остановились на теме Афганистана. Продолжите мысль. Да, да, конечно. И как раз Збеднев Бжезинский являлся Советником по национальной безопасности, который и предложил вырастить Талибан для достижения эгоистических, геополитических амбиций США непосредственно в Афганистане. И после того, как Талибан вышел из-под контроля Соединенных Штатов Америки, ну, по сути дела, мы видим по хронологии событий некоторые такие совпадения. И, к великому сожалению, эти совпадения есть. Потому что если организация выходит из-под контроля, то это неуправляемый хаос. И Соединенные Штаты Америки сейчас наступают на те же грабли. Но мы уже видим, что потихоньку эти организации выходят из-под контроля Америки. Ну, честно говоря, есть управляемый хаос, есть неуправляемый хаос. Как писал Збеднев Бжезинский в своей книге, неуправляемый хаос – это самое лучшее, что есть для США. Потому что в неуправляемом хаосе США могут умыть руки. И сейчас, по хронологии событий, к великому сожалению, мы попадаем в ту ситуацию, где уже выращенные группировки боевые, исламские, радикальные, выходя из-под контроля, начинают вытворять такие зверства, что для меня это лично... Я даже смотреть на это не могу. То есть я просматриваю, мониторю ситуацию, новости на Ближнем Востоке. Да, возвращаясь к теме Афганистана. Как только Талибан вышел из-под контроля, Соединенные Штаты Америки объявили их врагами номер один. И под борьбой за приоритеты в Афганистане, а главным образом основной приоритет был связан с тем, что непосредственно с борьбой с террористической организацией Талибан и с борьбой наркотрафика, который был из Афганистана, Соединенные Штаты Америки высаживают контингент, международный контингент НАТО. И после этого, к моему лично удивлению, я смотрел по статистике, Афганистан занял первые позиции по добыче и торговле опиумного мака. То есть провинция Гельмен, которая на сегодняшний день является приоритетной для США, то есть до 2011 года это было, она производила 60% всех опиумных маков. И на поставленные деньги через наркотрафик Узбекистана, Таджикистана и непосредственно Казахстана к нам на наш, условно говоря, российский рынок попадала вот эта дрянь. И к великому сожалению, мы тогда еще не предприняли абсолютно ничего, потому что мы не могли варьировать ситуации. На сегодняшний день, конечно, это уже не 60% всего наркотрафика, а намного меньше. Но все-таки он есть. Да, он есть. И самое основное, что деньги от продажи наркотиков идут полностью на снабжение боевых группировок. То есть по факту Аль-Каида и Талибан, которые являются лицом, олицетворением самого ужасного в мире, получают деньги от продажи наркотиков, по факту. И эти наркотики попадают непосредственно на наш рынок. А мы и финансируем исламское объединение, то есть о котором сейчас шла речь. Предлагаю вернуться к московским событиям. На прошлой неделе прошел Круглый стол. Вы его организовали, приняли участие. Расскажите подробнее. Да, да. Благодарю. На прошлой неделе я проводил совместно с международным отделом Круглый стол. Задача Круглого стола я обрисую чуть позже. Тематика была такая. Национальная безопасность, Ближний Восток и СНГ. То есть по ситуации были непосредственно делегаты из армянского конгресса молодежи России, с которыми мы обсуждали разные геополитические темы и выход из разных ситуаций. И нашли общие точки соприкосновения. То есть по взглядам на внешнюю геополитику и многое-многое другое. С точки зрения их предложенных фактов, я вам скажу честно, очень интересная была дискуссия. Я принял к сведению все данные, которые мне были переданы. И благо такие конференции мы будем проводить постоянно. И непосредственно международный отдел ЛДПР будет сотрудничать со всеми представителями, которые интересуются ближневосточной политикой и как-то на нее влияют. И по факту на этой конференции мы затронули самую, наверное, основную тему, которая заключалась в том, что делать с теми четырьмя тысячами боевиков, которые имеют российское гражданство. Потому что, давайте говорить откровенно, на Ближнем Востоке в исламском государстве воюют четыре тысячи представителей Российской Федерации, которые могут вернуться к нам в Россию. Это официальная цифра, скорее всего, на большее. Да, это официальная цифра, но мне ее предоставил как бы лично представитель из другой страны, с которой мы проводили двустороннюю встречу. Мы пришли к общему консенсусу в этом вопросе. Честно говоря, страшно представить, что будет, если война, которая была там, закончится и четыре тысячи обученных боевиков, которые... Уже отравленные кровью, они должны вернуться. Да, у которых руки в крови, которые полностью проелись радикальной исламской идеологией, придут к нам, сюда. И что делать? Какое решение? Я надеюсь, что спецслужбы Российской Федерации, я уверен, что они сегодня как раз работают на эту тематику, на сегодняшний день, будут бороться с этим, потому что я лично, лично я начинаю осознавать, насколько Соединенные Штаты Америки, какую ошибку они совершили. под видом борьбы за демократию, они породили самую страшную вещь этого столетия. То есть, я по ситуации вижу разное развитие событий. Соединенные Штаты Америки в лице такого короля, которым они сами себя называют, значит, я с этим абсолютно не согласен, они возложили на себя ответственность такого гегемона, который может решать все вопросы на Ближнем Востоке. Да не только, во всех странах. Да. И мы этот миф развенчали, отправив несколько ракет прямо в логово врага, показали наши морские возможности, условно говоря. То есть, по ситуации, я уверен, что этот слом в сознании американских граждан произойдет, и они поймут, что администрация Обамы развязала войну и под видом борьбы за демократию проводила свои эгоистические, геополитические интересы путем варьирования на нефтяных потоках. То есть, тот же самый, например, пример, да, на территориях исламского государства нефть, баррель нефти, стоит 15 долларов. Это достаточно привлекательная цена. Год назад Саудовская Аравия занималась демпингом нефти. Все мы это знаем. И до сих пор они как бы варьируют на рынке, демпингуя ее дешевой нефтью. Сейчас базы разрабатывают в Польше, чтобы хранить там сырье. Да, да, все верно. По ситуации, исламское государство продавало свою нефть. В каких количествах и как, я не знаю. Да, я думаю, никто не знает. Это там же все без отчетов. То есть, за 15 долларов, это достаточно привлекательная цена на рынке, Соединенные Штаты Америки заимели возможность варьирования цены на нефть. Создав вот этот хаос, США, по сути дела, приударила по нашему нефтяному рынку. Это вот как бы первый слух, связанный с ближневосточной нефтью. Второй о том, что Саудовская Аравия просто решила испытать на прочность сланцевую нефть в Штатах. Просто, ну, разорив компании сланцевую. Но я все же склонен к первому варианту, что Саудовская Аравия, что это был сговор Соединенных Штатов, ну, который был в 80-е годы, мы его в 70-е, мы его прелестно помним. По ситуации, выход из этого геополитического кризиса есть. И Российская Федерация на сегодняшний день показывает ряд геополитических возможностей, которые нам позволяют выйти из этого кризиса. Я тезисно обрисую ситуацию, то есть в трех тезисах, и далее мы каждый разберем в отдельности. Первый тезис связан со Соединенными Штатами Америки в Европе. Чтобы играть, чтобы показать себя кукловодом, необходимо поставить неловкое положение куклу. Ну, это все мы знаем. И Соединенные Штаты Америки по факту в неловкое положение сейчас поставили в Европу, которая еще вчера бомбила Ливию. Очень много, достаточно большое количество представителей с Ближнего Востока хлынули в Европу. Я не берусь ручать, что это за люди. Может, это те люди, которые еще вчера с автоматом в руках воевали за исламское государство, а сегодня они взяли и пересекли границу. Европейские блогеры уже обнаруживают этих людей. Да, это самое страшное. То есть, если там начнется в Европе хаос, то я уверен, что Европа долго не протянет без какого-то взаимодействия со Штатами. Штаты себя покажут, мне это кажется, таким меценатом, может быть, в этом плане. Как они это сделают, честно говоря, я не знаю. Но, по сути дела, США сейчас поставила в не очень хорошее положение Европу. Мол, сами разбирайтесь с вашими беженцами. Мы там, мы где-то далеко, мы где-то в стране. Они, конечно, согласились принять беженцев, но по факту они нахлынули только в Европу. Вы знаете, тут Збедня Бржизинский говорил очень интересную вещь. Я опять же вернусь к идеологу холодной войны. Он описывал Соединенные Штаты Америки как такой некий остров, до которого зло может не добраться. Его можно выращивать где угодно. В Афганистане, на Украине, мы сейчас видим, то есть по ситуации, на Украине, на Ближнем Востоке. То есть, по факту, нам нужно определиться с приоритетами, которые мы видим. У нас буквально несколько минут до конца эфира. Давайте затронем еще два тезиса, о которых вы говорили. Да, да. Второй тезис, это, безусловно, чтобы Российская Федерация смогла бы определиться с приоритетными задачами на Ближнем Востоке. Потому что буквально год назад, то есть, если я смотрел по ситуации, буквально год назад Российская Федерация не имела ключей развития событий к разным геополитическим обстановкам на Ближнем Востоке. И третий тезис, это тезис такой, немножко более или менее варьирующий между Западом и Россией. О том, что мы всем определенно знаем такие организации, как Blackwater, Threadstone, Blackbriar, это боевые частные организации, которые отстаивают приоритет Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. И на сегодняшний день именно эти организации сыграли очень большую роль в Ираке, в Ливии и в Афганистане, в частности. России необходимо было создать что-то свое наподобие таких организаций, но, безусловно, полностью подконтрольными. Чтобы не гибли бы, не дай бог, не были бы у нас грузы 200, как это было в Афганистане. Нужно быть очень аккуратными в этом плане. Ну, мы на верном пути, по крайней мере. Безусловно. Итак, я напоминаю, у нас в гостях в студии в прямом эфире был Георгий Багдасарян, представитель Международного отдела партии ЛДПР. В эфире была программа «Молния» в студии Веры Ионкина. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова